Здравствуй, дорогой друг! Шалюта в эфире! Небольшой тревел-блог о том, как я слетал в Москву на выставку «Россия». Присаживайся поудобней, обязательно поставь лайк, сделай репост и напиши комментарий, как тебе такой формат. А мы начинаем по порядку. Прежде всего, я не знал наверняка, удастся ли мне в этом году посетить Москву. Я очень хотел съездить на выставку «Россия». Моя жена тоже очень хотела туда съездить. Этой выставкой пестрил весь интернет. Но лететь туда одним днем ради выставки честно не хотелось. Нужен был весомый повод. Рабочая встреча. И да, как только мне удалось совместить приятное с полезным, мы собрали вещи и полетели. Полетели мы авиакомпанией «Победа». К слову сказать, дорогой мой друг, ты обратил внимание, что авиакомпания «Победа» на сегодняшний день это единственная авиакомпания, которая летает в принципе без проблем. Самолеты компании «С-7» постоянно горят, постоянно неожиданно садятся. У аэрофлота какие-то проблемы с вылетами. И так давно у одного из ее самолетов загорелся двигатель. Компания «Россия» тоже не без проблем. А авиакомпания «Победа» это единственная компания, о которой реально нет негативных новостей. Мне кажется, это потому, что авиакомпания довольно молодая, и у нее на балансе стоят новые самолеты. Так вот, несмотря на то, что это лоукостер, туда мы долетели замечательно. А вот обратно мы летели с приключениями. Даже не представляешь, какие это были приключения. Обратный путь домой занял целые сутки. Но не будем забегать вперед. Будем идти по порядку. Само собой, мы заранее забронировали гостиницу. Забронировали ее как можно ближе к ВДНХ. Буквально в паре остановок метро. Было принято решение остановиться в гостинице «Мандарин». «Дорогой мой друг, я заклинаю тебя, никогда, ни при каких обстоятельствах не останавливаться в этой гостинице. Обходи ее стороной». Такой жести, как там, я никогда не видел. Сейчас расскажу подробнее. В контексте повествования будет важно отметить то, что мы, когда прилетели, первым делом поехали в эту гостиницу, чтобы оставить вещи. Заселение планировалось в 2 часа дня. Мы приехали к 12, оставили вещи, подписали все документы. И со спокойной душой отправились на выставку. И что произошло потом, когда мы вернулись с выставки? Нормальное, здоровое сознание этого даже представить не сможет. Это была просто жесть. Думаю, стоит тут забежать реально вперед. Когда мы вернулись с выставки, а вернулись мы к 12 часам ночи, напоминаю, мы были с дороги, мы были уставшие, целый день провели на ногах. Когда мы приехали и начали оформляться, нам выдали ключи от номера. Мы заходим в номер. А там номер не то, чтобы неприбранный. Не то, чтобы на полу грязь. Не то, чтобы под кроватью грязь. Не то, чтобы ванна в состоянии нестояния. Да, конечно, это все было. Но помимо вот этой вот, знаете, безупречной классики, там была небольшая вишенка на торте. Когда я поднял одеяло, присмотрелся к простыне, там были черные мужские волосы. Предположительно, с груди, с ног, с головы и, возможно, с некоторых срамных мест. Сказать, что я был в шоке, это будет эгоизм. Потому что моя жена была в ахуе. Естественно, мы звоним на ресепшн, начинаем ругаться. Приходит горничная. Напомню, заселение должно было быть в 2 часа. Мы приехали в 12 оставить вещи. Приходит горничная. Первый вопрос, который ей задают. А номер вообще прибирался? Вы постельное меняли? На что она с чистым восточным акцентом отвечает. А что такое? Что не так? Тут же ночевал всего один человек и всего одну ночь. Тут же все чисто, мать его! Скажу честно, я такого не ожидал. Тем временем пошли уже новые сутки. Время уже в районе пол первого ночи. Мы спускаемся на ресепшн. Говорим, что что за дела? Дайте нам другой чистый нормальный адекватный номер. Нам, естественно, говорят, что номеров нет. Помочь они нам ничем не могут. Минут 30 мы пытаемся получить хоть какие-то вразумительные ответы. При этом, внимание, пока мы там выясняли, скандалили, ругались, принимали какие-то решения. За это время номер так и не был прибран. Горничная в него даже не зашла. Их вообще ничего не смущает! Абсолютно! Полностью! По барабану! Естественно, мы собрали вещи. Я сел, открыл дубльгиз, нашел ближайшую гостиницу и поехали туда. Сказать, что это обошлось дороже, это в принципе будет значить, что ничего не сказать по этому поводу. Таковы последствия санкций. Таковы последствия после того, когда из России ушел Букинг. Мне об этом рассказал сотрудник другой гостиницы, куда мы приехали. Там девушка на ресепшене мне рассказала, что после того, как из России ушел Букинг, к нему на замену не пришло ничего более-менее вразумительного. Единого, всеобъемлющего сервиса у нас теперь нет, поэтому извольте. Отели больше не переживают за свою репутацию. И класть они хотели на все отзывы. Если раньше Букинг, когда был в России, он вливал очень много денег в рекламу, в качество, в сервис, в подтверждение статуса гостиницы, полноценно занимался оценкой качества гостиничного бизнеса, то сейчас этим никто не занимается. Яндекс.Путешествия, Островок, кто там у нас еще есть, напишите в комментариях. Они все абсолютно класть хотели. Это просто доски объявлений, которые не слишком сильно парятся за свою собственную репутацию. Если на гостиницу, у которой стоит 3, 4 или даже 5 звезд, к ним на платформу пришел негативный отзыв, и клиенты показывают, что эта гостиница нифига не того уровня, который был заявлен, всем по барабану. Никаких санкций, никакого контроля, абсолютно безразлично. В результате у нас в гостиничном бизнесе сейчас происходит полная вакханалия. Я правда хэзэ, что должно произойти, чтобы это исправить. А ведь Букинг когда-то был полноценным монополистом в этой области. И этот сервис реально держал всех в тонусе. А сейчас всем класть. Переходим к выставке Россия. Со слов разных блогеров в интернете мы знали, что на то, чтобы обойти всю выставку Россия, нужно потратить один день. С утра и до вечера. Они так уверенно в интернете рассказывали то, что, блин, это потрясающая выставка невероятного масштаба, и вы ее обойдете, но только вот за день. Не меньше, не больше. Вот день вам надо потратить. И они тотальные балаболы. Такие балаболы, каких свет не видывал еще. Чтобы реально обойти всю выставку России, ребят, давайте будем реалистами, нужно минимум пять дней. За один день вы в лучшем случае сможете обойти один павильон. 75-й. К слову сказать, в первый день, когда мы пришли в 75-й павильон, а пришли мы туда примерно в час дня, мы смогли обойти только одно его крыло. И то неполноценно, набегами. Там посмотрели, тут посмотрели, здесь поснимали, а крыла там два. Представляете? Куча стендов, и на каждом стенде есть какие-то свои интерактивы, в которых хочется поучаствовать. А теперь внимание! Те идеалисты, которые говорят, что вы сможете пройти выставку России за один день, но они просто сказочники, потому что, скорее всего, они говорят только об одном конкретном павильоне, 75-м. Но при этом, имейте в виду, на ВДНХ порядка 40 павильонов. Плюс есть дополнительные строения. И фактически в каждом из них происходит какая-то выставка в рамках форума «Россия». Чтобы это все обойти, но это, блин, ребята, это нереально. Да, какие-то музеи к выставке «Россия» не относятся, они просто там находятся, по факту. Тот же павильон космонавтики. Он там есть постоянно, перманентно, он оттуда никуда не девается. И формально ко всей выставке «Россия» он не относится. Но ведь его тоже хочется посетить, верно? А еще там есть коммерческие стенды, стенд «Газпрома», стенд «ВК». Кстати говоря, стенд «ВК» самый бесполезный, самый жалкий и самый такой, знаете, незначительный. Ну, типа они сделали такое внушительное большое строение, которое, по сути, превратили в свой магазин, где продают свою сувенирку. Большая красивая обложка и очень скудное наполнение. Немножко ассоциируется с самой платформой «ВК». Им определенно нужно работать над начинкой во всех своих проектах. Так вот, возвращаясь к выставке «Россия», когда вы приезжаете на ВДНК, вас встречает огромный туннель. Огромный туннель с экранами, на которых отражены все достижения России за последние десятилетия. Это по-настоящему впечатляет, передает атмосферу, настраивает тебя на нужный лад. Идя по этому туннелю, ты понимаешь, что впереди много всего интересного. Что примечательно и очень важно, на эту выставку летят люди реально со всей России. Я из Сибири туда приехал, у меня знакомые с Камчатки туда полетели, чтобы просто посмотреть, что там происходит. Многие люди реально туда тянутся. Возвращаясь к теме выставки и к основному 75-му павильону, стоит отметить, что в этом павильоне представлены абсолютно все регионы России, включая новые регионы. У них потрясающие стенды, которые отражают их историю и богатство этих регионов. Если мы берем по минимуму и умножаем 15 минут на 82 представленных региона, нам нужно на это 1230 минут. Или 20 с половиной часов. При этом нужно покушать, отдохнуть, перекурить. Так что объективно, нужно два дня. Два дня, чтобы пройти выставку «Россия», конкретно 75-й павильон. Из тех павильонов, которые мне по-настоящему запомнились, были Алтайский край, Томская область, Новосибирская область, Кузбасс, естественно, потому что это мой регион, и стенд Ненецкого автономного округа. Также невероятно красивый и интерактивный стенд у Красноярска и невероятно красивый стенд у Камчатки. Почему не запал в душу стенд Ненецкого автономного округа? Прежде всего, потому что это первая фотозона, на которой мы с женой устроили фотосессию. Очень многие стенды дают возможность переодеться в национальные костюмы региона, абсолютно бесплатно прикоснуться к местной культуре, познакомиться и прочувствовать историю региона. Подобного рода в выставках и форумах ты реально понимаешь, насколько у нас многогранная страна, насколько она большая, насколько она невероятная. Кстати говоря, Томская область поступила немножко нечестно. Она разместила на своем стенде врача и дала возможность каждому желающему проверить свои глаза на предмет возможных патологий. Естественно, там стояла просто невероятная, огромная очередь. Но блин, серьезно, основные посетители выставки это люди 25+. Естественно, абсолютно всех волнует их здоровье. И сдать бесплатно анализы тут на месте, с интерактивом, с показом, со всем вот этим вот красивым. Да, конечно, все хотят. Мы тоже не исключение. Мы отстояли очередь и проверили наши глаза. Слава богу, все в порядке. И, кстати говоря, в другом павильоне, я честно не помню, какой конкретно это павильон, я помню, что у этого павильона тоже два крыла, и в одном крыле медицина, а в другом крыле находится Банк России. Так вот, в этом павильоне, где медицина, ты можешь абсолютно бесплатно сдать ЭКГ, проверить пульс, проверить давление, сдать анализы, их проверит врач, и потом пришлет тебе расшифровку в виде смс-ки. Не, ну круто же, кто об этом знает, почему об этом не рассказывают? Просто ЭКГ без очереди на выставке. Замечательно. Кстати говоря, на стенде Республики Коми вы вполне можете узнать свое тотемное животное. Знаете, кто мое тотемное животное? Мое тотемное животное лось. Вот так вот оно бывает. И знаете, хочется отметить один интересный момент. 75-й павильон со всеми его стендами это реально очень крутое место для фотосессий. Там невероятное количество костюмов, невероятное количество локаций, и при этом реально крутое освещение. И само собой, как и сказал до этого, одним 75-м павильоном там дело не ограничивается. Есть отдельный павильон, где представлены наши отечественные разработки. Двигатели, дроны, самолеты, вертолеты, даже отдельный стенд, где представлен Аурус. Вы, кстати говоря, знали, что автомобиль Аурус фактически полностью собирается в России. Это реально полноценно наша разработка. И ты можешь прийти и просто взять и потрогать, ощутить это все. На этой машине даже резина наша, российская. Вы, кстати говоря, знали, что в России разрабатывают дроны, которые уже сегодня применяются для доставки лекарств и которые используются в спасательных операциях. Это полностью беспилотные аппараты, которые применяют уже сегодня, уже сейчас. И на этой выставке вы их реально можете посмотреть, увидеть и познакомиться с ними. Само собой, стороной не обходят и новые технологии. Рассказывается, как работает искусственный интеллект, как работают беспилотные автомобили, как они анализируют окружающую среду. Яндекс посвятил этому отдельную, целую львиную долю целого павильона, чтобы просто рассказать, показать и продемонстрировать современные возможности. Не только себя, как коммерческой компании, но и в целом всей индустрии. И знаете, я правда, я очень сильно завидую москвичам в том плане, что у них в городе, у них в регионе происходят такие масштабные вещи. Еще я бы хотел отдельно обратить внимание на стенд Газпрома. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Газпром, он всюду, вообще везде окружает нас? И то, что добыча и разработка газовых месторождений, это не просто так. Газпром это медиа, Газпром это спутниковая связь, Газпром это транспорт, Газпром это строительство, Газпром это логистика. Все начинается с мелочей. Есть, предположим, какое-то газовое месторождение на далеком севере, куда не ходит автотранспорт. И это месторождение надо разрабатывать, туда надо отправить людей, строить дороги, обеспечивать электричество, на месте строить инфраструктуру для добычи ресурса. Естественно, нужно обеспечить связь. Кабельный интернет туда не потянешь. Значит, надо запускать спутники. Запускаем спутники и обеспечиваем спутниковую связь. Подключаем ко всему этому медийку, потому что это огромный ресурс, который находится и который можно использовать. Обеспечиваем транспортную доступность и обеспечиваем локально жилье для рабочих. То есть строим жилье, строим жилище. И одно накладывается на другое, тянется третье. Да, все знают, что у Газпрома там где-то в Москов-сити есть огромное здание, крупнейшее в Европе. О да, достижение, но откуда это все пошло? Когда какой-то дебил вам будет говорить, что просто добывать ископаемые и продавать их это любой может и это очень просто, скажите ему, чтобы он ехал на выставку России и посетил стенд Газпрома. И этот человек больше никогда не скажет, что просто добывать ресурсы это просто. Это невероятная всеобъемлющая работа, которая включает в себя множество подразделений. На самом деле это невозможно осознать, насколько Газпром глобальная компания. Это буквально реально вся Россия. Это, блин, наше все. И то, что там где-то под водой взорвали газопровод Северный поток, это такая мелочь на сегодняшний день. Это лишь одна из малых составляющих частей. Просто веточка газа, которая является одной маленькой частичкой огромнейшей корпорации. Вообще, когда мы летели в Москву, у нас с женой был план максимум. Первое, это посетить выставку. Второе, жена очень сильно хотела съездить в гости к своей подруге. Третий пункт, мы очень сильно хотели прокатиться на электросудне по Москве-реке. И да, у нас были наивные грезы, что мы сможем погулять по Москве ночью, что мы сможем сходить по барам, по ресторанам, что у нас будет время на какую-то прогулку. Так сильно мы еще никогда не заблуждались. Все три пункта мы, конечно, реализовали. Но, чтобы вы понимали, на электросудно мы бежали бегом, чтобы успеть на последний рейс. К своей подруге жена съездила в первый день, когда у меня был эфир у Народного фронта. Все остальное время мы провели с утра и до позднего вечера на выставке, пытаясь увидеть все. И в какой-то степени нам это удалось. Мы не смогли посетить абсолютно все павильоны. И да, каждые два месяца выставка полностью меняется. Привносятся новые компоненты. Меняется интерактив. Кстати говоря, довольно важный момент. Несмотря на то, что Москва сама по себе это очень большой город, и выставку посещают ежедневно тысячи человек, хотя, наверное, будет корректнее сказать десятки тысяч человек, там очень чисто, невероятно чисто. Абсолютно нигде нет мусора. Меня в Москве это по-настоящему поражает. Там проходит огромное количество людей. Даже в метро, где просто невероятный трафик, там ходят миллионы. Но все равно умудряются сохранять невероятную чистоту. Независимо ни от времени года, ни от погодных условий. Абсолютно везде всегда очень чисто. Ну так вот, мы три дня провели на выставке. Остался последний день. В ночь перед вылетом мы умудрились прокатиться на электросудне. Стоимость билета 150 рублей. Это самое лучшее место для свиданий. Вы садитесь и плывете из точки А в точку Б по Москве-реке. Смотрите, вокруг вас горят огни. Тепло, хорошо, тишина. Можно взять с собой еду, разложить ее и кушать. Ну или просто плыть и пить кофе. Получается, у нас с женой случился своего рода романтик. Несколько незапланированный, но тем не менее невероятный. Как и любое путешествие, поездка в Москву подошла к концу. Но общие приключения на этом не закончились. Когда мы прилетели в Москву, нас встретила невероятная гостиница под названием Мандарин. Казалось бы, что в нашей истории сможет перебить этот начальный инцидент и добавить красок, сделать путешествие более незабываемым. Путь домой. И у меня и у жены подключены премиум-аккаунты. По условиям использования этих премиум-аккаунтов мы с женой имеем доступ в бизнес-залы в аэропортах по всей России. Это довольно удобно и комфортно, когда ты ждешь своего вылета, особенно из Москвы домой. Обычно я вылетаю из аэропорта Шереметьево. И там ты не просто можешь отдохнуть в бизнес-зале и спокойно подождать свой вылет. Там ты можешь бесплатно в душ сходить, привести себя в порядок и свеженький лететь домой. Но в этот раз мы улетали из Внукова. Бизнес-зал там победней, условия чуточку похуже. Но тем не менее, шведский стол и удобное кресло, все прекрасно. Сидим, значит, мы ждем своего вылета. И в какой-то момент мне приходит смс-ка, то, что вылет задерживается. Задерживается ни много, ни мало на два часа. Думаю, ладно, подождем. Через два часа приходит еще одна смс-ка. Вылет опять задерживается еще на два часа. Также задержали самолеты компании С-7. А авиакомпания Аэрофлот это единственная компания, которая вылетела по расписанию в тот день и вылетела она на 20 минут раньше до нас. По своему графику Аэрофлот всегда улетает первым. И к тому времени, когда нам сообщили о том, что наш вылет опять задерживается на два часа, самолет Аэрофлота уже успешно приземлился в городе Кемерово. А мы продолжили ждать. Спустя более чем четыре часа долгого и довольно-таки нудного ожидания нас наконец-то погрузили на самолет. И мы отправились домой. Вот только до дома мы не долетели. Почти час мы кружили над городом Кемерово. Кружили мы до тех пор, пока пилот самолета не объявил по громкой связи то, что бензина у нас осталось на три минуты, то, что мы сейчас разворачиваем самолет и летим на город Новосибирск и там будем приземляться. Там будет дозаправка и потом мы полетим обратно в Кемерово. Причиной всему был туман. Это было исключительно решение нашего пилота из-за плохой видимости не сажать самолет. В целом я с ним согласен. Если есть опасность, то лучше уйти на запасной аэродром. Параллельно с нами в город Новосибирск отправились и другие самолеты, которые должны были приземлиться в городе Кемерово. Когда мы прилетели в Новосибирск, мы стояли еще минут сорок на взлетно-посадочной полосе. Нас там дозаправили, самолет как-то обслужили и мы ждали. Ждали, когда разрешат вылет. Вот только вылет нам так и не разрешили. Нас отправили в аэропорт. Естественно, мы предполагали, что в ближайшие час-полтора мы никуда не полетим. Естественно, мы пошли в бизнес-зал. Спокойно сели, покушали, умылись, привели себя в порядок. Спустя час ожидания я пошел искать по аэропорту наших соседей по несчастью. Других пассажиров авиакомпании Победы, которые летели с нами в город Кемерово. Некоторое количество пассажиров просто взяли и своим ходом из Новосибирска уехали в Кемерово. Другие самые стойкие и остались. В какой-то момент представитель авиакомпании Победа предложил невероятное решение. Представитель авиакомпании предложил отправить нас бла-бла-каром. Серьезно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно. Бла-бла-каром. Естественно, это была сомнительная затея и реализовывать ее не было ровным счетом никакого желания. Поэтому мы продолжили ждать. Если честно, то я надеялся, что нам обеспечат питание отправят в гостиницу, а на следующий день отправят в Кемерово другим рейсом. Но нет. Питание нам, конечно, обеспечили. Нас очень вкусно покормили гречкой и сосиской. Без шуток. Это правда было вкусно. Ну а потом мы ждали. Ждали еще два часа. Представитель авиакомпании к нам вышел и сообщил, что да, нас отправят централизованно автобусами. Но есть один нюанс. Безусловно. Половина пассажиров к тому времени уже уехали своим ходом. Но у авиакомпании не было данных, какое количество людей на текущий момент реально надо отправить. По правилам они должны обеспечить трансфер абсолютно всем пассажирам. И для этого им нужно было ни много ни мало, а пять автобусов. И в городе Новосибирск в моменте не было ни одной компании, которая централизованно могла предоставить трансфер в виде пяти автобусов. Поэтому автобусы были заказаны из города Кемерово. А я напомню и расскажу тем, кто не в курсе, что из Кемерово до Новосибирска, и наоборот, из Новосибирска в Кемерово ехать три с половиной часа. А ведь автобусы надо еще собрать, укомплектовать, заправить и отправить. То есть четыре часа ожидания автобуса. По условиям наших премиум-аккаунтов пребывания в бизнес-зале возможно максимум два часа. Все остальное время мы находились в общем зале аэропорта. Мы посмотрели все фильмы, мы посмотрели все возможные сериалы. Нас покормили, дали воды. Я в жизни не слышал столько негатива от людей. Больше всего во всей этой истории меня впечатлили мужчины, которые ныли как бабы. И одна женщина, которая была преподавателем из Белова. Ее слова до сих пор у меня в памяти. Когда мы стояли в очереди за едой, которую нам обеспечили горячее питание, она разговаривала по телефону с какой-то своей подругой либо другом, да неважно с кем, и дословно говорила следующее. Нас вышвырнули из самолета, бросили в аэропорту Новосибирска. Мне вообще пофигу, я сейчас беру эти харчи, покупаю себе билет на ближайший автобус и еду прямиком до Белова. Мне плевать, пускай потом оплачивают. Но, во-первых, авиакомпания и пилот самолета позаботился о сохранности нашей жизни. Авиакомпания обеспечила нам питание, авиакомпания обеспечила нам трансфер. Но так негативно и так в наглую врать и приукрашивать то, что произошло, ну, честно, у меня бы язык не повернулся. И вот, правда, она собралась и поехала своим ходом. Интересно, на каком основании ей компания, там, школа, где она там работала, будет оплачивать трансфер? Только ее желание и придурь было уйти своим ходом. При этом она выиграла в лучшем случае минут сорок времени. В чем была логика? В чем была цель? В чем был смысл? Я, честно, я так и не понял. Мужчины, которые устраивали истерику, кричали, ругались, топали ножками, это, знаете, отдельная категория людей, которых я, правда, я никогда не пойму. Да, пострадать, да, повозмущаться, но кричать, ругаться и чуть ли не кидаться на сотрудников аэропорта, а один из них даже угрожал физической расправой представителю авиакомпании. Настолько, что была вызвана полиция, и когда он угрожал, он требовал, чтобы его немедленно отправили самолетом в Кемерово. И, блядь, вообще ничего не смущало то, что мы могли разбиться нахрен. Вообще, абсолютно по барабану. Кто в головах у этих людей, я не знаю. Ну, так вот, спустя 4 часа, когда приехали автобусы из города Кемерово, ну, а точнее, приехали не совсем автобусы, приехали около Газеля, нас всех дружно погрузили и отправили в направление нашего города. Знаете, это довольно абсурдно. Но в этой Газеле было удобнее, чем в самолете авиакомпании Победа. Возможно, это было потому, что мы были очень сильно уставшими. И даже минимальная возможность откинуть сидушку назад, это просто казалось волшебным. По пути мы один раз остановились, зашли выпить кофе, опять же в туалет, умыться, привести себя в порядок. В целом, это был стандартный маршрут по трассе. Привет. Ну, как сказать, не вылетели. Вот наш самолет, который нас везет. Не то чтобы летит быстро, но главное, летит. Еще два часа, и мы будем дома. И выходит, что спустя сутки вместо четырех часов мы оказались дома. На самом деле, несмотря на весь этот трындец, это было одно из самых незабываемых путешествий в моей жизни. Потому что, во-первых, я познакомился и прочувствовал и прикоснулся абсолютно к каждому региону России. Я еще сильнее укрепился в своем желании начать путешествовать по России, посетить все регионы. И, конечно, плюс вот эти триггеры в самом начале и в самом конце приключения. Сначала в гостинице, потом в самолете. Пожалуй, именно такие путешествия они и запоминаются на всю жизнь. Скажу честно, подобный блог я записываю впервые. И я не думал, что это окажется так сложно. Я наснимал уже плюс-минус два часа материала. Сколько получится в конечном итоге, я не знаю. Пожалуйста, если досмотрел до сюда, поставь лайк и поддержи меня комментарием. Я надеюсь, тебе понравилось. И, возможно, это видео смотивирует тебя слетать в Москву и посетить выставку «Россия». Я с тобой прощаюсь. До скорых встреч.